Спецрейс из Павлодара несколько часов ждали в аэропорту Ускименогорска. Огонь Азиады на восток страны прибыл в понедельник в 10-м часу вечера. Среди встречающих народная артистка Роза Рымбаева. Звезда отечественной эстрады родом из Восточно-Казахстанской области. Правда, еще неделю назад ее представитель заявил. Певица не в курсе того, что ей предстоит бегать по улицам Ускименогорска с факелом, а не репетировать в столице уже по запланированному графику. Я должна была 26-го быть в Астане. На репетиции. Я там пою днем с огромной массой участников. Я пою на зажжение огня. Поэтому у меня столько репетиций, я просто вырвалась сегодня к вам. В эстафете, как и в других областях, заявлены своих 60 участников. Почетные граждане, местные чиновники, деятели культуры и спорта. На последующей пресс-конференции областные власти уже по традиции долго говорили об успехах страны и достижениях президента. Это еще раз доказывает всему миру, в том числе странам Азии и участникам этих игр о сегодняшнем авторитете Казахстана, имидже нашей республики и, конечно, главный авторитет президента нашей страны. Первым с факелом побежала Кимобласти. На городском стадионе и улицах толпа людей. Движение транспорта в центре парализовано. Основа массовки – школьники и студенты. Начало праздничного мероприятия они прождали на морозе больше двух часов. Мы освободили от занятий. Мы приехали сюда в 10 часов. В 10 утра? Да. И столько часов уже на морозе? Да. Досталось и представителям СМИ. Когда огонь Азиады добрался до центральной площади, операторам пришлось с боем пробиваться к сцене. Именитые факелоносцы, а среди них была спортсменка международного класса Ольга Рыбакова, не смогли ответить на вопросы журналистов. Чиновники заявили регламент и увезли их на обед. Эстафету в Искаминогорске разделили на два этапа. Власти отмечали, что именно вторая часть будет особенной. Но дождаться ее из-за холода смогли не все. Впрочем, восточно-казахстанцев порадовала Роза Рымбаева. В перерыве она исполнила свои хиты. После Ускаминогорска огонь Азиады доставят в Талдыкорган. Алла Степанова, Дмитрий Кабанов, Ускаминогорск, Казахстан.